Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также, друзья, снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarket с торговыми идеями. То есть, если вам действительно интересно, что происходит на рынках в моменте по разной категории финансовых инструментов, обязательно подпишитесь, информация будет вам полезна и ценна. Ну что ж, один день остается до выхода данных по Non-Farm Parals. Напоминаю, что сегодня у нас предварительная репетиция. Статистика от EDP, обычно мы ее разбираем по средам, но из-за того, что в понедельник в Штатах был день памяти, выход статистики был смещен ровно на один день вперед. Поэтому у нас сегодня на повестке очень много отчетов. Я предлагаю прям пробежаться по экономическому календарю. В 10.45 нас ждет активность в сфере услуг ключевых европейских регионов, стран и валютного блока в целом. Я не часто обращаю внимание на европейскую статистику такого формата, друзья. Но то, что мы видим с евро в последние дни, показывает нам то, что евро очень чувствителен сейчас к этим макроэкономическим данным, потому что, опять же, каждый отчет – это индикатор общего состояния. И еще одна причина – работать с евро или нет, верить в рост европейской экономики или нет. Считать еврозону новым эпицентром для притока зарубежной ликвидности. Будет ли европейский рынок более крутым конкурентом американского фондового рынка? И чем больше у нас сейчас будет статистики, которая покажет нам, что восстановление еврозоны, валютного блока, идет довольно стабильными темпами, тем больше будет шансов у покупателей евро. Я себя отношу к покупателям евро и вам много раз уже рекомендовал оставить на лонха. Будет больше шансов все-таки выжать тот целевой ориентир, который ранее мы с вами рассматривали. Это точно выше отметки 1.23. Следом за активностью в еврозоне в 11.30 – это активность в сфере услуг в Англии. Тоже очень важный релиз. Напоминаю, что сфера услуга для английской экономики – это вообще 80% всего экономического роста. Строительство, производственный сектор – эти данные можно игнорировать, хотя они тоже важны. Но сфера услуга – это крутой релиз. Мы фунтом тоже торгуем. Друзья, я фунт рекомендовал также покупать. И фунт на статистику реагирует так же активно, как и европейская валюта. Собственно, потому что сейчас происходит по Англии. Мы ждем окончательного снятия ограничений. 21 июня. Напоминаю, что сейчас пара фунт-доллар котируется в районе отметки 1.41.65, в районе 1.42. И Джонсон буквально накануне отметил, что те данные, которые были опубликованы в последнее время, позволяют ему все-таки придерживаться прежнего сценария последовательного снятия карантинных ограничений. И если, опять же, и сегодня сфера услуг не разочарует и не подведет, то точно 21 июня будут сняты окончательно все барьеры, которые еще сдерживают потребительскую активность. Единственный риск для Англии сейчас заключается в распространении индийского штамма коронавируса. Но я, друзья, отношусь к категории инвесторов, трейдеров, спекулянтов, аналитиков, которые оптимистичны и считают, что стакан все-таки наполовину полон, нежели чем пуст. Я думаю, что до новых локдаунов, до каких-то жестких последствий распространения нового штамма дело так и не дойдет. Но этот риск все-таки присутствует. Если бы его сейчас не было, мы бы точно знали, что 21 июня будут окончательно разрушены вот эти ограничительные барьеры. И, соответственно, фунт мог бы оказаться в числе лидеров среди стран большой десятки. Поэтому пока что скромные ожидания, но все-таки ожидания того, что фунт будет расти. Ну и теперь к статистике по американскому рынку труда, ADP. В 15.15 по московскому времени прогноз 650 тысяч новых рабочих мест. Это, конечно же, крайне оптимистичный прогноз. Я думаю, что реальная цифра будет похожа. Я бы предложил вам ориентироваться на те данные, которые мы, на примерные значения, которые получили в прошлом месяце от Nonfarm Perils. То есть в районе 300 тысяч новых рабочих мест. И считаю, что вот эти цифры, они более реальны. Потому что всю ту статистику, которую мы разбирали по активности в производственном секторе, в сфере услуг и по индексам бизнес-оптимизма, в этой статистике прослеживалась идея того, что у работодателей серьезные проблемы сейчас с занятостью. Они не могут найти работников, они не могут вернуть на работу тех, кто сейчас продолжает оставаться дома, получая высокие пособия по безработице. И, кстати, вот эта проблема с занятостью, она тормозит и сдерживает рост американской экономики. Я считаю, что картина улучшится, изменится, и рынок труда начнет прогрессировать, но только после того, как будут завершены программы дополнительного субсидирования, помощи безработных. Это конец лета, друзья. Поэтому до августа и сентября я буду прогнозировать слабые цифры и по EDP, которые, в принципе, являются предварительным отчетом Non-Farm Perls и, разумеется, по Non-Farm Perls. Поэтому после выхода сегодняшнего отчета EDP, я думаю, что доллар начнет развитие нисходящего движения. И, в конце концов, в таком же ключе мы будем говорить о баксе до конца этой недели и на следующей тоже. В целом, по индексу доллара сейчас котировки 89.93, режим ожидания включен. Низкая волатильность, хотя, в принципе, американский доллар всегда низковолатильен, но сейчас явно трейдеры ждут какого-то фундаментального триггера и, разумеется, готовы, чтобы все это дисконтировать в динамике и в курсе американской валюты. Я, друзья, рассчитываю на то, что доллар все-таки уйдет ниже. Тем более, что доходности американских облигаций также снижаются. И сейчас десятилетки котируются на отметке 1,59%. Следующий отчет ISM в 17.00 по московскому времени в сфере услуг тоже еще один важный индикатор состояния американской экономики. И здесь я в целом прогнозирую тоже не самые высокие цифры. В 18.00 запасы нефти США по аналогии с американским рынком труда, сначала EDP, потом Nonfarm Perils, по запасам. Сначала у нас уходит американский институт нефти, публикует статистику и, в принципе, несколько часов назад она вышла, запасы снизились на 5,6 миллиона. Я думаю, что ситуация повторится и по официальным данным. То есть мы увидим статистику со знаком минуса. Это, безусловно, позитивный фактор для котировок нефти. Нефть сейчас растет 71,77%. Причем поддержку нефти оказывает ожидание роста спроса, прогноз Организации экономического сотрудничества и развития о росте мировой экономики на 5,8%. Повышение спроса в США, кстати, на минувших выходных спрос вырос на 10%, друзья, и перевалил за 9 миллионов баррелей, что соответствует максимальным уровням летнего сезона 2019 года, то есть до пандемичного года. Сейчас при таких темпах активизации потребителей, я думаю, что мы уйдем на вообще новые исторические максимумы. И поэтому логичный вопрос, как вы думаете, когда настолько сильно реанимируется, настолько быстро реанимируется экономическая активность и растет спрос, неужели сейчас есть причины ставить на то, что рынок нефти будет снижаться. Страны ОПЕК действительно согласились оставить в силе прежние планы по росту добычи на этот месяц и на следующий, но при этом добавили, что только в третьем и четвертом квартале спрос на нефть вырастет на 6 миллионов баррелей, что с лихвой компенсирует любое до предложения со стороны участников энергетического пакта. Поэтому по рынку нефти для тех, кто в лангарх находится, друзья, нужно держать их и дальше, я пока что вне сделки и, возможно, на следующей неделе вернусь к трейдингу. По другим инструментам евро против доллара 1.2205, все без изменений, ждем, собственно, европейскую валюту выше, как я уже отметил, статистика может нам сегодня в этом помочь. Лагард, которая выступала накануне, не оказала на евро практически никакого влияния, ждем заседания Европейского Центрального Банка через неделю. Вот там будет уже интересно. По фунту также сказал, лонг в приоритете, доллар канадец 1.2037. Я надеюсь, что сегодня-завтра мы добьем до цели 1.20. Сегодня я ставлю на то, что нам поможет растущая нефть, завтра выйдет статистика по канадскому рынку труда. И на основании тех прогнозов, которые присутствуют, уверен, что статистика не разочарует. И мы протестируем уровень 1.20. Американский фондовый рынок, я, СНП, рискнул ранее, купил. 4208 пунктов в моменте, жду индекс на новых исторических аях и максимумах. Золото, друзья, пока не трогаю, смотрю за общим рыночным настроением. Пока что баланс продавцов и покупателей, ну, практически баланс. Вот когда снова позиционирование будет смещено в пользу того, что большинство трейдеров поставит на снижение, я еще раз вернусь к общей фундаментальной картине. И на основании с еще поддержкой психологии буду рекомендовать вам открывать ланги. Ну, это все разговоры следующих брифингов. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошая торговая сессия. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok